Здравствуйте, мои дорогие ребята! Всем огромный пламенный привет! Мы сейчас с вами будем работать вживую, будем общаться, поэтому оставайтесь со мной постоянно, не переключайте мои записи, мой запись, мои запись прямого эфира, ребят, будет круто, ставьте пальчик наверх, и мы с вами работаем, ребята подключаются. А ну-ка, у нас первый дубль оказался немножечко кривой, у нас не было звука, сейчас звук есть, всё ли работает, всё ли нормально. Я вам сейчас расскажу, родные мои, что произошло, почему звука нет. Быстрый фидбэк, пожалуйста, пишите, сейчас звук есть. Отлично! Ребята, вы знаете, с моим образом жизни и с моей скоростью работы техника не выдерживает, техника не выдерживает, потому что стирает, вы обнимаетесь, стираются микрофоны, ребята, стираются микрофоны, нормально вообще? И я вам сейчас покажу, значит, этот микрофон называется от фирмы Rode, прекрасный микрофон, значит, вот он, посмотрите на него, какой он красавчик. Первое, что от него отваливается, это Dead Cat сверху. Ну, в общем, потом, где-то полгода дальше он живёт, и всё, его не становится с нами. Родные мои, я хочу всячески сказать и пригласить вас, значит, отправлять заявки. Сейчас актуально есть стори рекламная с приглашением участвовать в моём марафоне 21-дневном. Родные мои, у нас идёт активнейший набор на седьмое июнь, июля, июля, на седьмое июля, и 80 мест, и из них уже 19 заняты. Пожалуйста, отправляйте ваши заявки, чтобы вы зарегистрировались заранее. Приглашаю вас, а сейчас я буду ваши родные замечательные вопросы брать, бомбите, давайте, стреляйте. Здравствуйте, всем большое спасибо, что присоединяетесь. Значит, так, сейчас у меня где-то чат в движении звук появился перед отключением прошлого дубля. Звук появился, потому что я вытащил микрофон, и я его всё равно переключил, потому что нет смысла никакого там половины эфира. Здравствуйте, что посоветуете принимать при артрите? При артрите вы должны принимать в идеале комплекс препаратов, мне нужно более развернутый. Есть прям несколько вещей, но мне нужен возраст ваш, активность, и то, что вы уже принимаете. Я вам, чтобы не посоветовал вам то, что навредит. Есть несколько вещей, которые прям сказочно абсолютно помогают. Алексей, как найти витамин В в правильной форме? Кабаламин, кажется, сколько? Кабаламин это В12. Сколько не искал, нигде не нашёл такого названия кабаламин? Вы его и не найдёте, потому что это биологически доступная форма В12, которую я всячески абсолютно советую. Я считаю, что это прям вещь очень гурдая. У меня видео даже есть про витаминки группы В, я там рассказывал. Ваш беспроигрышный вариант, который вы можете найти и использовать это, значит, я вам сейчас покажу, чтобы не быть голословным. На iHerb вы заходите, и на iHerb, если вы напишите, значит, витаминки группы В от фирмы Solgar. В общем, не буду даже вам пудрить мозг, потому что я хотел на планшете показать. От фирмы Solgar. Очень биологическим смысл. Взросите, Алексей, откуда получать йод из каких продуктов? Можно ли получать йод из яблочных семечек? Нет, идеально получать йод из морепродуктов. Упаси вас, Господь, из яблочных семечек. Сколько же съесть яблочных семечек? Понимаете, что они все с какахами будут выводиться? Они у вас не усваиваются практически ни черта. И из морепродуктов. Это водоросли в идеале. Да и вообще, кто вам сказал, что вы не можете йодомарин дополнительно принимать. Возьмите йод, возьмите стакан молока и капните стакан молока, йода, капельку и делайте так раз в три, в четыре дня, если у вас есть йододефицит. Это же тоже абсолютно нормальная история. Не нужно яблочных, вы что, голубь, столько есть семечек. Я шучу, конечно, вы меня извините, но это слишком много. Так, углеводы лучше исключить? Да ну как это? Так же упасти вас, Господи, я же обожаю углеводы. Мне, конечно, не до такой степени исключить, как в смысле прям есть печеньки. Углеводы мы с вами едим из фруктов, из овощей, из ягод. Мы с вами и углеводы едим постоянно. Но в смысле, что наша диета не складывается из углеводов в принципе. Алексей, здравствуйте, подскажите, сколько допускается оливкового масла добавить в салаты в день? Вот так, на глаз налили и вперед. Не нужно обсцессировать по поводу того, сколько там вам нужно из ваших салатов. Дело в том, что когда вы начинаете там просчитать, а сколько я, а сколько на ложке осталось, а сколько там капнуло. Вот так вот длинули и все, у вас часть останется в тарелке, часть у вас останется где-то там на ободке. Не партись, имеется в виду, не вливайте литровую бутылку туда, но просто на глаз чуть-чуть длинули. Я, еще раз повторяю, я никогда не всчитываю масла, калорийность. И я в прошлый марафон там минус почти 300 килограмм мы с марафонцами сбросили и стали здоровее, бодрее, веселее, и эти почти 300 килограмм, ребята, ни разу за марафон мы не всчитывали масла. Я вам так скажу. Фантомные калории приходят постоянно, и масла мы не считываем, потому что ни жаркий, ни салатный. Алексей, а какая тогда пропорция бы живу идеальна? 60 жиры, 25 белки, 15 углей. Это прям идеально. Клубника закончилась, зато пошла малина. Красавчик! Малина это всегда круче, чем клубника. Так, а почему у меня ночью... Судороги много, господи. Ой, господи. Аж слюной подавился, понимаете. Ночью, судороги, нагруза, магния не хватает. Рыбий жир каждый день, весь год или каждый день. Понимаете, разница между какими-то сраными, извините, витаминами, которые люди принимают курсами, или же витаминами не сраными, которые люди принимают, все равно курсами, заключается в том, что витамины имеют свойство насыщать ваш организм, имеют свойство далее не усваиваться вообще в принципе, так как рецепторы с acceptable, называется на английском, рецепторы, которые впитывают те или иные, усваивают витамины и минералы, они просто насыщиваются, и ваши клетки не нуждаются в В, в С, в Д, в Е дополнительном. Поэтому витамин надо делать с паузой. А омега-3 из вашего рыбьего жира. Это не витамин, это не минерал, это вообще иная история, которая не требует и не имеет таких побочных эффектов, как, так сказать, атрофия рецептора, а также не имеет побочного эффекта такого ярко выраженного, как неусваиваемость. Поэтому вы пьете каждый день, хоть целый год, закончился, сделайте паузу. И фишка главная заключается в том, что это просто калорий, это калорий из масла, из жира в этом случае, рыбнего. Если вы веган-вегетарианец, вы пытаетесь для нового масла получить омега-3. Так, поехали, расскажите вкратце про ваш рацион в течение дня. Есть отдельное видео в YouTube, которое так и называется «Мой идеальный рацион питания». Я вам могу предположить и рассказать обычно, обычный мой рацион, ребята. Если интересно, обычный, ставьте палец сейчас вот здесь, чтобы лайков куча у нас шла. Давайте быстрее, но смотрите, 130 человек в эфире, это же просто сказка. А почему 130 человек в эфире? Потому что мы взрываемся в инстаграме, мы взрываемся в YouTube, и все благодаря вам, мои дорогие. Делитесь нашим профилем с близкими, родными. В общем, подписывайте всех, кто может подписаться, потому что это очень важно. У нас, кстати, есть все шансы побить рекорд. Это в среду, извините, в час дня по Праге, в два по Москве. Потому что фантастика, правильно? Так вот, мой идеальный рацион, классический, я подчеркиваю, это не марафонский, не обычный, вот, день. Я пришел домой после нашего сумасшедшего движения в марафоне, в инстаграме, в YouTube, везде. Работа с детками все сделали, деток уложили спать, и тут начинает Лешек идти на кухоньку. Точнее, Лешек постоянно на кухоньке тусуется, это мое любимое место пребывания, потому что я готовлю всем подряд, готовлю постоянно для марафона. У меня постоянная кухня, это мой второй дом. Я обожаю на кухне быть. Я всегда говорю, если бы я не вел марафон, я не делал инстаграм и ютуб на тему зожжи, то я бы делал однозначно кулинарный канал. Так вот, с чего я начинаю? Сыр. Сыр твердый. Я съедаю чуть-чуть сыра, затем еще чуть-чуть сыра, пока еще что-то готовлю. То есть, не в смысле, я встал и съел сыра, и стою жду. А когда же мне можно снова съесть сыр? Я съедаю сыр, и через 15 минут там еще чуть-чуть подклевал, чего-то как-то там, как-то. А орешков могу, внимание, кишью чуть-чуть, где-то третьим-четвертым, то есть, не сразу с орешков, и мой же КТ справляется с орехов, не открываться ни в коем случае. Так вот, значит, сыр, сыр, чуть-чуть орешков, чуть-чуть шоколада, может кусочек какого-то хамона зайти, кусочек вяленого мяса, то есть, вот так, все такое, практически не содержащих углеводов. Затем я могу где-то уже 30-40 минут в процессе вот подъедания чуть-чуть, чуть-чуть черники, чуть-чуть малины, и могу у сына потянуть чуть-чуть клубники, чуть-чуть главное. И затем идет основной прием пищи. Основной прием пищи это обычно у меня салат, томаты, лук сладкий, это, господи, любые овощи, либо классика сейчас с моцареллой, с томатами, с базиликом и оливковое масло. Основное блюдо, любое мясное мероприятие, то есть, вы уже видите, да, у меня жировое открытие, затем основной прием пищи стартует. Ребят, миллиарда, миллиарда абсолютно. Ну, классика, вот я, например, один из классических классических, мы едем домой, заезжаем в магазин, в мясную лавку, я там беру два жирных, огромных, это же стейка, и я пока детей, значит, укладываем, мы с супругой все готовимся. Стейки готовятся 3 минуты, и поэтому я делаю следующую штуку. Я стейки выкладываю на сковородку, у меня там оливковое, у меня там сливочное, у меня там чеснок, у меня там розмарин, у меня там уже все подготовлено, у меня там чуть-чуть соли, чуть-чуть перца, и, может быть, чуть-чуть ворчестерского соуса, чуть-чуть, и это все вот там вот как бы маринуется уже в сковородке. И дальше у меня называется низкий старт, у меня индукционная плита, и я всячески вас рекомендую, ребята, когда вы готовите еду свою внимательно, когда вы готовите мясо, ни в коем случае не ложите мясо на холодную сковородку, не начинайте его жарить. Когда вы делаете стейк, для того, чтобы стейк был сочным, для того, чтобы стейк был прям, как-то ты разрезаешь, и прям класс. Для этого нужно 2-3 минуты с одной, 2-3 минуты с другой максимум, и на горячее ложить. Но я имею роскошь шикарной индукционной плиты из любимой Икеи, где ты включаешь программу П, и П это называется турбо-супер-дупер режим, за 10 секунд она моментально разогревается с уже мясом на ней. То есть, если у вас газовая плита или электроплита, мне нужно на холодной сковороде начинать разогревать ваше мясо, потому что оно отдаст весь сок. Ни в коем случае не под закрытой крышкой, это важно, потому что будет подошва. И вот так вот, быстро, салат, все, все. Мой рацион питания. Вечером черника и, может быть, какое-то количество орешков, там может быть. Вот вам прямой, обычный рацион питания, на котором строится мускул, и подтягивается выширающая, просто потрясающая продуктивность. Поехали. Вопросы дальше. Алексей, не стыковка по вашим ответам. Вчера вы рекомендовали напиток для жары с лимоном, а он ведь не стоит на голоде. Вы абсолютно правы, Сергей. Это просто потому, что я пьяный постоянно хожу. Я просто пьяный постоянно, я же наркоман. Я вам рекомендовал вчера, внимательно, ребята, делать коктейль минерализации с лимоном в первой половине дня. И это видео опровержение самого себя, поскольку, подчеркиваю, я же, ну, вы знаете, закладываю за воротник. В первой половине дня я рекомендую делать напиток, ребята, вот который я вчера вам рассказывал, для людей, которые потеют. Для того, чтобы ты, когда в жару теряешь вот эту жару, которая сейчас дико на улице, внимание, без лимона вы это делаете. С лимоном вы это делаете во второй половине дня. В первой половине дня ваша задача сделать себе напиток на 300-400 миллилитров, столовая ложка яблочного уксуса. Что дает? Она дает яблочную, она дает уксусную кислоту, дает возможность организму взять минералы, небольшое количество гималайской соли. Что дает гималайская соль? 60 минералов. Да, их там мало в гималайской соли, но они восполняют то, что выходит с потом. Дать туда винный камень. Это огромное количество калия. Если нет винного камня, вы можете заменить калием дополнительного приема. Санхерба солгаровский, шикарный. И что вы получаете вот в этом напитке? Без лайма и лимона, внимательно, в первое половине дня вы получаете минеральную смесь, которая питает ваш организм. И все, что выходит у вас с потом, а выходит с потом гигантское количество минералов. И вы начинаете опухать, задерживать воду, хочется пить, не можете напиться, потому что пьете воду без минералов. И из-за этого хуже получается. А когда вы добавляете лимон, то, естественно, это вас отбивает СПГ, потому что это углеводы. И я, будучи алкоголиком законченным, вам с утра посоветовал это делать. Не стоит это делать с утра. Вы с лимоном делаете после открытия. Я делаю для себя напиток утром без лимона. А если жара, вот сейчас 30, что я вам буду рассказывать, разверну, посмотрите. Жара 32 градуса, тепла, ребята, тепла. И вечером я делаю напиток вот такой, только уже с лимоном, и у вас получается вечерняя минерализация. Шикарно абсолютно. Разобрались? Все понятно? Надеюсь, вы не обижаетесь за то, что я вас немножечко дезинформировал. Школа шоколад 7, это уже нет, это не то, слишком много углей. Калий и К2, это одно и то же. Нет, это разные цветные вещи. Калий, это потасиум. К2, это совсем другой жиросоримый витамин. Шоколад не менее 8, красавчик. Поехали, как вы относитесь к ИП? Кто такой ИП? Расскажите, пожалуйста, очень много сокращений люди приносят нам. Какими курсами пить препарат магний и калий? Магний и калий вы пьете через день или каждый день. Или если каждый день, то тогда 2-3 недели пьете, перерыв на какое-то время, там, на неделю, например. Магний имеет свойство расходоваться. Калий имеет свойство расходоваться. Поэтому, если я его пью, а я его пью регулярно, ребята, я вам очень советую использовать вашу схему через день, раз в 2-3 дня. Это прям идеально было бы. Так, чем лучше открываться после 3-х дневного голода? Есть инсульная резидентность. Ваша задача открыться жировыми, медленно, продуктами. В идеале вы это делаете при помощи моего видео на Ютубе, где 72 человек голодания вместе. Я там прям рассказываю, показываю. Но идеальное ваше открытие это маленьким количеством жирового продукта. Авокадо чуть-чуть. Если углеводистое что-то, то немножечко моркови может быть чуть-чуть. Никаких яблок ради всего святого. Потому что с инсулинорезистентностью вы с яблоками просто снесете потом весь холодильник, очнетесь. Вся, значит, вот в чем-то там в крымах. И можете еще от чего доброго оснуться, очнуться в кондитерской. Не стоит этого делать. Так, спасибо большое за пояснение. Со всеми бывает опечатка. Все хорошо и все правильно. Так, я все правильно поняла. Утром без лимона, днем после 16 можете... В зависимости от того, во сколько вы открываетесь. Открываетесь в 2. Вот после 2 уже можете делать с лимоном. Или с лаймом, между прочим. Так, с лимоном. Вы супер, спасибо большое. А и вам спасибо большое. Не держите зла. Бывает. Как лучше есть арахисовую пасту и нужно ли вообще? Лучше всего есть арахисовую пасту ложкой. Но можно есть вилкой. А можно есть ножом. А я вам еще раскрою тайну. Ее можно есть пальцем. Вот так вот делаешь и прям ешь. На самом деле, если о серьезном, то вы берете вашу арахисовую пасту в рамках БЖУ. Это золотой продукт, который вы можете есть прям сколько вы хотите. Главное, чтобы вы не мазали ее толстым слоем на белый кусок хлеба и сверху вареньем не мазали. Арахисовая паста это вот такая вещь. Я ее использую в рецепте моего мега печенья. Это прям очень круто. Так. Так. Историнку после 96 часов открывалось 100 грамм моркови и 100 грамм пармезана. Как нормально получилось? Расскажите мне, моя дорогая. На какую муку можно заменить пшеничную никогда нужна? На кокосовую. Вот такая. На кокосовую, пожалуйста. Ночью в эту жару я до трех не спала. Абсолютно вас понимаю. Я вчера установил увлажнитель вместе с обдувателем, вместе со всем там с турбовинтовым мотором. И всю ночь он жужжал, гудел. И только после трех, я вам скажу, когда я его направил на себя, он уснул. Так. Принципиально ли проводить высокоинтенсивный интервальный тренинг до первого приема пищи, когда в крови повышенное содержание гормона роста? Не принципиально, но желательно это делать. Потому что вдумайтесь, сможете ли вы провести высокоинтенсивную по-настоящему интервальную тренировку на сытый желудок? Я себе такое не представляю. Меня вывернет там же в зале, если я приду и начну фигачить, если я, например, съем там калорий 600-700 уже каких-то. Это будет уже совсем не то. Поэтому мой вам совет прям на голодный желудок с утра или в обед вечером, понятное дело, вы не сможете провести вид, если вы уже устали, если нет у вас сил. Я, например, делаю на пике 72-часового голодания вид прям мощнейший абсолютно. И прям вот так получается. Почему? Ну, так, если... Так, 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 как правильно пить хондропротекторы и нестероидные препараты? Хондропротекторы вы пьете обычно на голодный желудок. Это ваш коллаген, а хондроитин и глюкозамин после еды. Нестероидные препараты, в зависимости от того, как они вам прописаны, они зачастую могут быть прописаны на голодный, после еды, за полчаса до еды. Очень индивидуально. А вреден ли вид в жару? В квартире 30 градусов. Но если вы занимаетесь в квартире, то это прекрасно, вы как раз пропотеетесь. Но для того, чтобы восстановить потом баланс ваших гормонов, вы, пожалуйста, гормонов, господи, минералов, вы, пожалуйста, не забывайте о том, что вам нужно обязательно будет пить минеральные жидкости. Вид всегда хорош. Главное, чтобы вы не перегнулись с пульсом. Так сильно усталость, либо вообще вырубает на голоди. Почему? Потому что одно большое НО. Почему многие люди чувствуют все, ааа, я не могу, я все, все, я сейчас вот так вот. Потому что инсулинорезистентность у вас. Посмотрите мое видео на YouTube, и вы поймете под этим названием. Так и называется. Так, поехали куда-то сейчас вниз. Я не знаю, где я, в чате, у меня вот так вот чат бежит, куда-то и ту, вниз, в общем. Так, можно ли получать белок в основном из яичек, из сыра, без мяса, спасибо. Я, Наташенька, делал позапрошлым летом, такой эксперимент, у меня был такой вегетарианский, но с сыром. Я начал чувствовать себя слабее. Вы, безусловно, можете так делать. Главное, не убирайте мясо. Ну, точнее, не убирайте вот такие вот молочные продукты. Я вам по секрету скажу, я вам уже неоднократно говорил, что анализы у веганов очень сильно провисают. Не исключайте из своего рациона те продукты, которые насыщают вас полезными веществами и они дают вам иметь нормальный анализ, баланс крови. Потому что, будучи чистым веганом, есть масса моментов, которые нужно учитывать для того, чтобы ваша кровь была здоровой, через сколько должна пройти инсулинорезидентность. Вы ее почувствуете, когда у вас будет вот сейчас у меня там сколько, пол второго, а голоди и не пахнет, и желание есть не пахнет, и есть не хочется, и продуктивность высокая. Когда вы чувствуете по себе, ну, или когда вы видите по анализам, когда у вас, значит, глюкоза на голоде достаточно низкая, и когда у вас инсулин на голоде достаточно низкий, тогда у вас прекрасно все будет, очень хорошо все будет. Как восстанавливаться после перерыва в две недели в спорте? Никак. Приходите и просто занимайтесь. Просто приходите и не говорите себе, ой, я сегодня на чуть-чуть, я только лизну гантельку и подержу эту штангу, а завтра я два раза лизну, и послезавтра три раза вы приходите и валиваете столько, сколько у вас есть сегодня. Никаких поблажек, никаких, значит, собственно, вот этих вот облегчений. Ваш организм не требует облегчений, ваш организм требует стресса тренировочного, для того, чтобы адаптироваться, расти, и ваша попа, если вы девочка, бедра, если вы девочка хотите, прям красиво, чтобы мясиста была, для этого нужно тяжело тренироваться. Не просто прийти, а так посмотрела, ой, я сегодня походила на дорожке, все достаточно. Если вы мальчику хотите грудку, да, себе тренировать, дайте я стану на контрасте, вот так, грудку тренировать, бицепс вы хотите тренировать, и для того, чтобы у вас росла грудка, бизнес вам нужно тяжело тренироваться какой лучше пить кальций посмотрите видео пожалуйста у меня в инстаграме здесь в ленте про кальций как раз есть видео отдельно нужны ли длительные перерывы неделя или больше при силовых тренировках обязательно вы поступаете по принципу передизации силовой нагрузок и делаете перерыв неделю или допустим воскресенье до следующего воскресенья не тренируйтесь находите и будете активны не вот что в эту неделю сидите на заднице это значит что эту неделю вы просто направляете вашу энергию немножечко другой руслан даете возможность восстановиться я сейчас вам записывал story из 6 частей состоящую где у человека плохой рваный сон так вот когда плохой рваный сон это в первую очередь говорить о том что перетренированность и когда вы засыпаете просыпаетесь в 2-3 часа ночи и вы чувствуете что вы выспались и вы сидите как воробушек на кровати и думаете 3 может пойти потанцевать или поубирать пойти на грамм и показать того что вы перетрени поэтому ваши пожалуйста 2 2-3 месяца 2 активно тренируйте затем пауза неделя 2 эти организму а рекуперировать просто красота так родные мои вы посмотрите пожалуйста 140 человек в эфире заклинаю вас сегодня у меня есть актуальная история о призыве присоединяться к моему мощнейшему 21 дневному по марафону где я и директор марафона иван михайлов всячески проявляем чудеса так сказать видение мощнейшего проекта и мы имеем огромное количество сборочных килограммами огромное количество прибавленного здоровья и агрегантское просто количество знаний и я лично отвечаю на все вопросы моих марафонцев и я лично отвечаю на все анализы и это прям глобальный проект я вас приглашаю записываться сейчас актуальная история с публикации инструкции как это делать я вас и ваши же заявочки ждем будут быть наш команды их обрабатывать и далее будете регистрироваться а мы тем временем будем подводить итог этого прекрасного прямого фиры ребята спасибо всем кто мне новенький на канале спасибо всем кто у меня прям регулярно учиться ребята низкий вам поклон мое глубочайшее уважение и благодарность и благодарность вам мои дорогие уважаемые благодарность богу за то что даете возможность разделиться с вами работать ребята это счастье во истину делать то что мы делаем давать пользу давать знания давать здоровье и получать позитив и меняться этими замечательными комментариями спасибо вам мои дорогие я буду отключаться я вас обожаю я с вами прощаюсь ненадолго а до завтра все отключился спасибо вам за ваше время все пока пока пока